Одним из свидетелей происшествия оказался водитель пассажирского автобуса. По его словам, проезжая возле места происшествия, он заметил двух лежащих на дороге людей. Через несколько секунд он почувствовал, что сзади его ударил автомобиль иностранной марки, который резко вывернул и скрылся на большой скорости. Столкнулись с Деликой, я остановился. Любой человек после ДТП остановится, выйдет. Пока я ручник натянул, вышел, смотрю, нет Делики. Сзади тоже. Потом, когда в машину сел, Делика уже почти в 100 метрах от меня оказалась. Как он проехал по таким пробкам? Лежащие на дороге люди оказались полицейскими. По предварительной версии Департамента внутренних дел, их расстреляли прямо из салона автомобиля. Полицейские даже не успели воспользоваться табельным оружием. Не исключено, что выстрелы производились сразу из двух пистолетов. В момент нападения сотрудники патрульной службы находились при исполнении и могли быть убиты при пресечении противоправных действий, говорят в ДВД. В настоящий момент у нас уже есть достойная информация, что предположительно использовалось оружие системы Макаров. Сейчас проводятся максимально процессуальные действия, чтобы мы могли детально воспроизвести картину случившегося. А также назначен ряд оперативно-рассказных мероприятий по поимке вооруженных преступников. Сейчас все полицейские Алматы переведены на усиленный режим несения службы. По городу объявлен палат-перехват. Известно, что преступники, а их считают полицейские было не менее четырех, скрылись на Голубой Делике. Версию о нападении на сотрудников полиции религиозных фанатов в ДВД не подтверждают, но и не исключают. Общественные деятели говорят, что это происшествие может быть исключительно криминального характера. Кажется, это все-таки уголовное преступление, которое не носит какой-то политический характер. Но, мне кажется, есть косвенная взаимосвязь, связанная, во-первых, в целом с ростом криминалитета, связанная с свободным хождением огнестрельного оружия. Погибший Макс Аддабыло в 1978 года рождения. Отец троих детей. Служил в рядах правоохранительных органов с 2001 года. Его коллега Галунжан Аддиров, 1973 года рождения, проработал в полиции с 1994 года. Воспитывал одного ребенка. По данным ДВД Алматы за всю историю независимого Казахстана, в Алматы при исполнении служебных обязанностей погибли 18 сотрудников полиции. Жанна Тайтенова, Мурат Тайжанов, телеканал Алматы.